Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Смотритель Кладбища. Так, у меня тут хлебушек изготавливается, это я специально поставил для лагеря беженцев. И за кадром я улучшил им, друзья, кухню до второго уровня, теперь они могут себе делать пирожки с грибами. Так, у нас с тобой утро, как раз я хочу навестить, нам остается там построить только палатку, я надеюсь. Если какие-нибудь там еще очередные задания нам не дадут. Так, ну что, время телепортироваться, поехали. Так, лагерь беженцев. Вот они тут стоят. Ну, кухню все видели, да, вот она, ребята, как выглядит второго уровня. И посмотрим, да, вот они делают себе пирожки с грибами, сами, без моего, как говорится, ведома. А я им тут подкидываю пивко, алкашку, капусточку, ну, в общем, живут они себе здесь припеваючи. Я тебе точно говорю. Плюс водичка у них есть, грибочки, я им даже тут кувшин молока 10 штук бросил, ну, мало ли кто захочет молочка. Может, митку или свеклы. В общем, живут и не грустят. Так, счастье поселенцев, как ты видишь, 11 из 11, поэтому я, наверное, сейчас что-нибудь им сделаю. А сделаю я палатку, потому что им нужна еще одна жилая палатка. Так, ну что, наверное, вот сюда мы ее поставим, да? Погоди-ка, а что, не сюда, что ли, а где ж тогда? Эй-эй-эй-эй, погоди, погоди. Она... Ах ты, е-мое, там, оказывается, палочка какая-то. Я думаю, в чем проблема? Там какая-то палка стоит, ребята, из-за этого я не могу ничего здесь построить. Вот она, эта ерунда тут мешается, прикинь. Вот из-за нее все. Так, ладно, это кто у нас тут? Что он там делает, непонятно что. Ну-ка. Только не надо говорить, что я сейчас не смогу построить ее. Вот, все идеально, ребята. Да, кстати, я им поставил еще четвертую грядку. А что никто не делает? А вон, видишь, видишь, у них делаются пирожки с грибами. И четыре грядки у них. Кстати, надо что-то им тут пшеницу пускай хоть делают. Так, это у них новый, ребята, житель. Я его буквально вот на днях вызвал. Опять же, за кадром все. Так, кто-то со мной здесь хотел... Подожди, поговорить. Какой поговорить? Надо им построить палатку. Ага. Давай, родной мой, делай. Вот оно. Так, ну что, спросить о туманной топе. Но я знаю, что со мной вот. Он хочет поговорить. И вот хочет поговорить. Давай-ка с ней, наверное, потрячим. Скажу кратко. Хочешь немного поработать на меня, хранитель кладбища? Зависит от объема работы и вознаграждения. Шикарно. Мне срочно нужно надгрубие для одного из моих знакомых. А инструменты остались в городе. Достанешь замену? Да. И я сочувствую твоей потери. Что случилось с твоим знакомым? Газеты писали, что я задушил его во время нашей первой брачной ночи. Ну, это, конечно, грязная ложь. Не менее грязная, чем слухи о смерти от удушья трех моих предыдущих мужей. Разумеется, это была лишь цепочка несчастных случаев. Ты ведь знаешь, как это бывает? Звериная страсть, алкоголь, ролевые игры. Мои особые приспособления для усиления желания. Хм. Так что конкретно тебе от меня требуется? Пять железных стамесок и десять деревянных клиньев. Взамен предоставлю серьезную скидку на мои изделия. О, как. Слушай, она тоже гробовщик? У-у-у. Слушай, ребята, у нас новый... Новый, как говорится, появился персонаж. Так, сделать для нее пять железных стамесок и сделать для нее десять деревянных клиньев. Окей, так. Ну что, давай с тобой поговорим, Маркиз. Превосходно. Теперь, когда в лагере опять есть свободные места, мои друзья смогут к нам присоединиться. Почему они медлят? Им же опасно оставаться в городе. Тем не менее, их можно понять. Не просто покинуть свой дом, родных привычный образ жизни. Наконец, не просто втайне покинуть город. Точнее, даже это смертельно опасно. У стражников есть списки граждан, которые инквизиция считает возможными или потенциальными еретиками. Тогда остается только ждать. Угу. Так, спросить его от тумана. И тут понятно. В лагере должно быть одиннадцать жителей. Ну, зашибись. А сколько их сейчас? Давай посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать палаток. То есть, я могу... Мне нужен новый беженец. Так, ну что, пока мы с тобой будем там ждать этих беженцев, пойдем посмотрим насчет стамесок и клиньев. Что-то ты кашляшь как-то нездорово, парень. Мне не нравится. Надеюсь, на тебя там тиф не напал никакой. Так, ну что, ребята, пойдемте стамески делать, да? Кстати, пока было все дело за кадром, я еще немножко тут метку пособирал и накопил определенное количество шмелей, или как там их, пчел, да, и поставил себе еще одну пасеку. Так, ну-ка, давай-ка еще с тобой здесь пособираем. Вдруг еще накопим на одну пасеку. Нет, тут только мед и пчелиный воск. Так, секунду, где-то здесь еще у нас есть с тобой, вот. Так, а подожди, а он мне... Ага, ну да, он же сказал, что... Понял, ребята. То есть, о туманной тупе он мне до сих пор ничего не хочет говорить, пока я, видите ли, не сделаю там 11 жителей в ихнем лагере беженцев. Так, ну насчет стамесок я тебе скажу следующее. Стамесок у меня должно быть много. И, кстати, теперь я, ребята, понял, чем отличается вот этот круг медитации от кровати. В кровати мы ложимся спать и просыпаемся, как только у нас восстанавливается энергия. В этом же кругу я могу сидеть, восстановить себе здоровье и сидеть до тех пор, пока мне не нужен будет определенный день. То есть, понимаешь, да? Вот так вот по кругу идет все, и я могу в любой момент встать. Вот в чем разница. Так, ну что? Стамески. 10 железных стамесок. Они у меня здесь где-то должны быть. Да ладно, только стальные, что ли? Эй! Да ну нафиг! Блин! Трындец! Так, ну ладно, давай посмотрим. Для того, чтобы сделать нам железную стамеску, что нам нужно? Так, секунду, а где она делается-то у нас? Здесь, по-моему, да? Железная стамеска. Подождите секунду, я что-то... Что-то я запамятовал. Где стамески-то у нас делаются? Но ведь не здесь же. Тут мечи только. Слушай, ну по идее, все должно делаться у нас на наковальне. Возди. Молотки, топоры. Так, может быть, на верстаке? Да, ребята, железная стамеска. Нужно их 10, да? Нам сказали. Твою ж, налево, блин. Нужны палочки вот эти вот. Ну что, пойдем за хворостом фигли делать. Так, я тут ягодки, ребята, еще собирал для брашки. Я, кстати, еще за кадром успел сходить к себе в забегаловку, да? И немножко там алкашки оставить, чтобы мои ребятульки деревенские там расслаблялись, отдыхали. Там и винишко немножко им. И алкоголя крепкого достал. Плюс яблочные брашки. Ну, все как полагается. Там надо будет, кстати, сходить и забрать доход. Так. Яблочки заберем с тобой? Все уже, что ли, не вмещается? Инвентарь переполненный. Серьезно? Блин, так и есть. Хорошо, пойду-ка я, наверное, все это выложу куда-нибудь в ближайшее место. Где есть у нас с тобой местечко. Нет, яблоки я, наверное, все-таки в погреб. Вот тут хлебушек опять дозрел. Вот сюда мы выложим с тобой. Также, зачем мне здесь цветочки? Вот скажи мне, нафига мне столько цветов? Они просто захламляют все здесь. Так, выложим ягод. Выложим цветок этот вшивый. Никому не нужный. Соты. Шелк. Шелк, я думаю, тоже можно выкладывать. Потому что палаток нам больше уже там не сделать. Кстати, глянем заодно. Может быть, здесь где-то есть у нас с тобой... О! Где, где, где вы находитесь? Жалко, что я сразу не могу отсюда их взять. Где эти палочки? Давай посмотрим. Мне тогда не надо будет идти ни за каким хворостом. Вот они. Шикарно. Сейчас попробуем с тобой сделать 10 стамесок. Я надеюсь, хватит мне? Так, стамески, подожди, они делаются на верстаке. Ну-ка. Есть контакт. Ну что же, отлично. Блин, да куда что... А, ну правильно, он с этой стороны делает. Триндец. Придется идти отдыхать, спать, ребята. Энергия закончилась, к сожалению. Нет, ну конечно, если бы у меня была бы алкашка с собой. А может быть, она и есть? Где-нибудь. Где-нибудь тут. Нет, алкоголь очень хорошо, ребята. Она восстанавливает энергию. Ну, заодно и сохранимся. Фиг с ним, так уж и быть. Значит, 10 стамесок. И она просила еще каких-то там 10 кольев или клиньев. По-моему, клиньев, да? Ладно, сделаем ей еще клинья. Так, все, выспались, сохранились. Замечательно. Пошли дальше делать нашу работу. Делать то, что мы лучше всего умеем. А энергии дофига съедает. Ты посмотри. Ё-моё. Со скоростью света просто тратится. И, кстати, когда мы с тобой лежим в койке, у нас энергия восстанавливается намного быстрее, чем мы с тобой сидим в кругу медитации. Вот, смотри, в этот круг я встану. Там у нас по 5 прибавляется, а здесь, по-моему, по 1 единичке идет. Видишь, но зато очень быстро. По 1 единичке, но быстро. А там по 5-4 единички, но чуть-чуть помедленнее. Так, ну что, сделаем с тобой стамески. Так, и я хотел глянуть персонажей. Где же ты у нас там? Гробовщик. Так, должно быть 11 жителей. Гробовщик. Вот она. Так, железные стамески и 10 деревянных клиньев. Ну, с клинями так вообще, ребята, все и на изи. Клиния деревянные делаются из чурок, по-моему, да? Если не ошибаюсь, чурки мы с тобой наклепаем. Ну, и все будет хорошо. Да, по энергии, если брать, ребята, намного дольше восстанавливаются. Но зато время летит быстрее. Так, день молитвы у нас сегодня. Этот день не стоит пропускать не ради молитвы, ребят, а ради того, что нам там дают деньги. Ну, и, конечно же, благословение. Все, шикарно. Просыпайся. Просыпайся. Если мы его не разбудим, ребята, он так и будет до посинения сидеть. Ну, что, пойдем сделаем с тобой молитвочку для начала. Поверь мне, она лишним не будет. Так, молитва у меня с собой хоть взята? Да, с собой. Я одного не понял. Насчет осла. Осел-то будет что-нибудь еще нам говорить? Или все? Или мы сделали задание? Я, правда, давным-давно не вызывал его. Как говорится, не ложил морковку. Ну, что? Я бы хотел сказать речь. Наша церковь великолепная. Да, ты прав. А сейчас давайте помолимся о благословении. Да, хорошо, отлично, отче наш. Все прекрасно. И не забывайте про пожертвования. Да, конечно, отлично было проповедь. Да, он молодец, он знает толк. Ну, что же, ребята, мы с вами забираем... ...веру. Кстати, тут-то что у нас такое? Ага, забрал историю. Подожди-ка, а что тут еще что-то можно взять? Ага, тут даже вера была спрятана. Прикинь, кто-то ходил молиться туда, ребята. Это у нас молетьба. Ну, что же, мы с тобой двигаемся за кольями. Колья нам нужны. Так, яблоки тут валяются. Доберем. Так, ну что, деревянные колья, клинь... А, у нас еще и стамески до сих пор не доделаны. Так что надо их доделать. Так. Последние. Да ладно, не вмещается уже, ты представляешь? А, тут для каждой стамески место нужно было, оказывается. Ну, ладно. Сюда выложим тогда что? Яблоки. И... История. Забираем стамеску. Десять штук. Раз, два, три, четыре, пять. И тут пять, десять. Теперь, значит... Клинье, да? Я понял правильно. Клинье нужно именно. Стоп. А... Клинье у нас тоже здесь? Делаются. Брусок. Так, для починки. Секунду, я что-то немножко растерялся. Так, еще раз проверим, что ей нужно. Клинье, да, ведь? Где? Так, клинье, ребята. Это, по-моему, где у нас? Вот здесь. Да, блин, какие гвозди эти? Хм. Что-то меня немножко озадачило. Здесь, что ли? Нет, это точильный камень. Может быть, здесь? Чурбан. Доска. А, вот. Вот, ребята. Слушай, десять она просила. Вот сейчас мы их с тобой сделаем. Я совсем забыл, что здесь, ребята, делаются клинья. Все. Ну, что, летим туда. Она мне даст скидки. То есть, это, получается, типа, торгаша местного, да? Местный гробовщик. Ну, что, полетели к ней в лагерь беженцев. Где она тут? Слушай, смотри, как счастье поселенцев растет. Моментально, друзья мои. То есть, я могу сейчас прямо вызвать одного еще. Ага. Новый беженец. Задание выполнено. Так, где у нас гробовщик? Да, блин, ночь, что ли? Они убегают все спать, ребята. Триндец. Приехал, называется. Молодец, лучше не придумаешь. Они все спать ушли. Так, посмотрю, что они там хавают. Блин, у них этих пирожков просто хоть одним местом ешь. Но, тем не менее, они капусточку-то мою и свеколочку приговорили. Угу. Вот брагу они почему-то не пьют, а винишко, винишко они высосали. В принципе, как и немножко серебряной кружки медовухи. Тоже высосали. Слушай, ну ягоды им не нужны. А, я взять все равно не смогу. Так, ну что, я могу здесь оставить вот это вот, чтобы с собой не таскать. И вот это. Ягоды заберем. Так, кусок камня им нафиг не нужен, поверь мне. Мука. Ну, мука пускай будет. Не знаю для чего. Так, капуста. А почему я, интересно, не могу им посадить капусту? А, 24 нужно, да, семени. Понял я. Торф тоже им здесь не пригодится. Да, в принципе, и вот это тоже им не нужно, поверь. Доски. Ну, доску тоже заберем. Все, ребята, пускай у них инвентарь будет, как говорится, свободным. Использовать. Полетели в мой милый дом. Зайдем к себе в погреб. Выложим все ненужное. Это выложим. Доски. Удобряшки. Так, палочки. Палочки, наверное, пока ставим. Камни, торф, семена. Ну и все. Так, ну что, предлагаю киморнуть маленько и утречком уже отправиться в лагерь. В лагере поговорим, заодно и с Маркизом, да, Патричем, с Теодором и с гробовщицей. Надеюсь, мы узнаем, где эта топь. А уже что там будет в этой топе, черт его знает. Мы с тобой что делаем? Мы ищем девчульку, да, одну. В красном капюшоне. Вот она нас интересует сейчас. Так, что у нас, блин, ночь еще до сих пор. Пойдем-ка мы с тобой в медитацию зайдем. Здесь до утречка посидим, помедитируем. Здесь, как говорится, по барабану есть, у тебя энергия нету, день все равно идет. Так, ну что, наступает утро. Все, просыпайся. То есть, хорош медитировать. Хранитель, ну хватит, хватит, я говорю уже, увлекся там. Летим с тобой в северную ц... Ой-ё, куда я при... Трындец. В северную ц... Это нафиг мне здесь нужно. Все равно они со мной здесь не будут никто разговаривать. О, смотри-ка. А может быть, не зря мы сюда прилетели? Ну? Что ты не хочешь смотреть-то? Да что тебя... Что ты делаешь-то? Нафиг ты, блин, собираешь это все даребуденье? Я говорю, посмотри вот это вот. Офигею. Так, Е. Давай. Молодой звездочет и цыганка быстро целуются, после чего звездочет уходит. Появляется цыганский барон, он отталкивает женщину, вытаскивает нож и направляется за звездочетом. Цыганка кричит что-то ему вслед, потом указывает на свой живот. Он возвращается, срывает с нее жрелье и наотмашь дает пощечину. Она падает, рыдает. Слушай, а по-моему, мы с тобой уже читали же это. Может быть, они восстанавливаются со временем обратно? Да, наверное, скорее всего, так оно и есть. А может быть, у Дига здесь что-нибудь такое есть? Диг, ты где у нас? Ну, здесь больше нету. А, кстати, у нас есть Крезвальд, да? Нет, не Крезвальд. Или Крезвальд. Кузнеца Крезвальд звать? Или как? Я уже не помню. Возле него тоже есть одно видение. Я специально, ребята, его не трогал. Вот оно. Давай-ка посмотрим. Так, что у нас тут? Поздняя ночь. Пчеловод с факелом в руке показывает Крезвальду пергамент с чертежами пчелиной пушки, пчелиных гранат и пчелиных очков. Крезвальд задумывается, потом кивает. Пчеловод пожимает ему руку и кладет на землю нечто, завернутое в одеяло. Когда пчеловод уходит, Крезвальд разворачивает одеяло и нежно проводит рукой по ржавой керасе с остатками позолоты. А, он ему какую-то принес броню старую, да, судя по всему. И Крезвальд, ну, судя по всему, согласился, будет обмен, грубо говоря. Так, ну что, мы с тобой летим теперь, куда нам нужно? В лагерь беженцев. Так, ну вот она, родная моя. Давай поговорим. Ну, почему эти мужики такие слабаки? Большинство из них не выдерживают и неделя рядом со мной. Ой, твой уж налево, забыл совсем взять-то это все. Да-да-да. Так, давай хлебушек выложим. Стамесочки заберем. И клинья, вот они. Все. Так, давай, родная моя. Стамески мы отдали. А что еще нужно? Деревянный клинья. Я же взял клинья. Блин, понятно, места не было. Так, вот они, клинья. Тихо-тихо, роднули. Ну, куда ты пошла? Ну, куда ты побежала, е-мое, ну... Все, да? Давай. Я принес тебе. Вот, задание выполнено. Замечательно. Немедленно приступаю к работе. Родственники моего покойного супруга останутся довольны. Они уже успели прислать мне пару писем с угрозами. На всякий случай, ты не мог бы сделать для меня еще и верстак, чтобы я могла выполнить задачу быстрее и эффективнее. Мог бы. Твою же налево. Теперь, блин, тут еще верстак нужно оставить. Давай посмотрим, что нужно для верстака. Так, брусок. Десять штук, гвоздей и счастье поселенцев. Окей. Брусок и гвозди. Так, Маркиз, давай с тобой поговорим. Знаете, хранитель, это ведь удивительно. Мы были жалкими беглецами, напуганными, беспомощными, отчаявшимися, обреченными. Теперь же мы гордые поселенцы, смотрящие в будущее смело и с надеждой. Но было бы это возможно без вашего участия, мой драгоценный друг. Ну, да глупо спорить. Впрочем, и вы неплохо потрудились. Более того, теперь у нас есть серьезный потенциал для дальнейшего развития. У меня была тайная встреча со старостой местной деревней Харадриком. Он не возражает против торговли с нами и так далее. Что ж, искренне рад за вас и ваших людей, Маркиз. А еще сейчас самое подходящее время отдать вам последнюю часть вашего гонорара. Одна монетка и резной мрамор плюс слиток золота. И лично от меня вот эта книга. Ее написал мой лучший друг, которого убили во время попытки побега. Спасибо вам, Маркиз. Вам спасибо, друг мой. Развитый лагерь, я получил достижение. Так, а про топ-то ты мне расскажешь или нет? Все-таки, а? Что он мне там надавал, кстати, друзья мои? Рецепт, универсальная сумка. Ох! Создается на церковном верстке. А куда я могу ее поставить? Так, подожди, что я сделал? Подожди, подожди, подожди. Отдай сумку мне. Значит так, слушай, резной мрамор золотой. Ух! Так, может быть разложено на исследовательском столе, чтобы получить 75 науки. Окей. Так, давай мы с тобой, наверное, вот это вот. Вы открыли новую технологию и получили знания. Теперь я могу создавать универсальные сумки. Оу, щит! Серьезно, что ли? То есть у меня появляется еще, ох, елки-то палки, 9 ячеек, друзья мои. 9, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 ячеечек. И это круто. Плюс золотой слиток мне дали. Ну-ка. Да. Да, да, да. Ну, это классно. Это, друзья мои, очень классно. Теперь я могу сумками здесь затариваться, и у меня будет с собой столько свободного места, что, мама, не горюй. А где вот это все делается? В технологиях или... А, там же сказали... Вот она, ребята, создается на церковном верстаке. Мы обязательно с тобой посмотрим, что для этого нужно. Так, и теперь у нас задание у персонажа, да, у гробовщика. Что она там заказала вообще мне? А, сделать и установить для нее верстак. И так, спросить... А, туман на этапе, да. Подожди-ка, я не понял, с какого перепуга тебе нужен что? Я же сделал тебе все. Улучшить кухню. Эй, радость моя, ну-ка давай-ка я с ним потрещу. Что-то не то. Мне буквально обрезали крылья, всего 12 видов специй, это же невыносимо. Я улучшил твою кухню. Надеюсь, теперь она хоть чуть-чуть ближе к идеалу. О, ну конечно же, милый хранитель, ты просто чудо, но... Но? Но все-таки остается одна вещь, которая не позволяет мне ощущать себя полной, полностью счастливой. Мне бы хотелось сделать нашу трудную жизнь хоть чуточку слаще. Советую мед, и я даже могу сделать для тебя несколько ульев. О, невероятно, если ты это сделаешь, я, я... Я поделюсь с тобой своим кулинарным секретом. Звучит неплохо. Твою ж налево, да ладно, я свои-то ульи не могу, блин, сделать. Так, что же ей нужно? Постройте улья, блин. Постройте... Я надеюсь, это делается здесь. Да, ребята, и как раз здесь нужны пчелы, чтоб тебя за ногу укусило, а, мухоед. Ай, ребята. Ну, ну, что сделать? Ну, вот нужны пчелы, все, будем искать теперь пчелы. Будем каждой ульи теперь теребить в поисках и в надежде на то, что там выпадет нам пчела. Начнем вот отсюда. Так, а нам нужны будут с тобой еще гвозди, да? Нам нужны будут с тобой гвозди и... И бруски, по-моему, да? Я ведь не ошибаюсь? Мне покажут, что ей нужно? Так, верстак, блин, не покажут. А я уже забыл. Ну, память девичья, скажем так. Сейчас я уточню, что ей нужно. Точнее, это делается не здесь. Я знаю, что гвозди нужно. 16 штук, по-моему, да? Так, гвозди... Ага, брус. Все-таки я был прав. Брус и гвозди. Полетели тогда? Нет, зачем нам лететь, если нам нужно с тобой все ульи прошуршать? Блин, 10 пчел. Это, поверь мне, это не так просто их на нас собирать. Так, одна пчела выпадает всего по одной пчеле. Это если в лучшем случае 10 ульев нам с тобой прошуршать. 10 пчел. Ну, там у меня где-то в закромах, по-моему, 2 или 3 пчелки еще лежит. Так, пошли прочь. Дивон. Так, ага. Свою еще пасеку, наверное, прошуршим по-баренькому. В надежде, что здесь выпадет. Фигушки там. Нет, чтобы ей просто метку, да, дать? Нет, вот ей, блин, нужно улей свой. Ну, вот, здесь, ребята, выпала пчелка. Хорошо. Еще одна пчелка. Оттого у нас 3 пчелы. По-моему, все-таки у меня в закромах еще есть одна пчела там. Вот не вовремя ты лечишь. Сюда, летучка. Ты достала, а. Смотри, что делать, а. Все, допрыгалась. Так, еще одна пчела. Ну, уже 4 пчелы, да, остается 6. Это немало. 6 пчел, поверь мне, это приличное количество. Так, ну, а пока нам нужны с тобой гвозди и бруски. Гвозди и бруски. Так, с гвоздями, по-моему, проблема будет у нас. Сейчас я посмотрю. Так, здесь нету ничего. Здесь у нас тоже нету. И здесь нету. Блин, и здесь нету. 6 брусков я вижу. 6 брусков. Вот. Все-таки есть бруски с тобой у нас. Гвозди не вижу. Бруски есть. Жалко, они не показывают, в каком именно ящике лежат бруски. Так, это пчелки мои. Так, ищем. Гвозди, бруски. Ну, все, что найдем. Так, чурки я могу, наверное, их взять. Так, открываем сумку. Подожди, а как... Ой, не то делаю. А, сумку, ребят, я сумку могу только вот так вот ей пользоваться. Смотри. Да е-мое. Открываем вот здесь вот. Сюда мы с тобой что-нибудь складываем, да. Так сказать, освобождаем место. Слушай, а нафига у меня еще столько стамесок лежит? Я не могу понять. Что это за бред? Так, вот это вот положим с тобой и... Слушай, амулет-то призыва мне, наверное, уже и не нужен. Он же нужен был для одной цели, призвать духа. Мы уже, как говорится, этим воспользовались, поэтому я думаю, что это все можно абсолютно выкладывать. Так, эту книгу. Вот эти вот стамески не нужны нам. Так, вот, ребят, бруски нашли. Фиг с ним. Ну что, пойдем тогда делать с тобой гвоздя. А у меня, по-моему, нету металла, да? Есть. Все у меня есть. 16. Не могу, ребята, сделать. Или 12, или 24. Не меньше, как говорится. Ладно, фиг с ним. Давай создадим. Все. То есть у нас с тобой хватает и брусков, да, и гвоздей. То есть мы с тобой сможем сделать. Пойду сбегаю в подвал. По-моему, там у меня пчелки лежат. Я, конечно, могу ошибаться, друзья. Так. Это моя сумка универсальная. Смотрим. Гвозди. Тут гвоздей, блин, целая куча лежит. Тут только я вижу бабочки. Хорошо. Пойдем с тобой на верстак церковный. И посмотрим, что нужно для того, чтобы сделать, например, еще одну сумку. Верстак у нас вот он лежит. Создаем. Так. Значит, нужна кожа. Ага, дубильная жидкость. Кожа, дубильная жидкость. Теперь вот вспоминай, как это все делается. Так, вы можете бальзамировать тело жидкости, чтобы изменить его характеристики. Так, изменить его характеристики. Да, тут бальзамирующих этих, конечно, очень много у нас. Бумажное сусло, ведро крови. Так, кожа. Для того, чтобы сделать кожу, нам что нужно? Вообще, где у нас делается кожа? И вот вопрос интересный. Где у нас делается кожа? Я могу что-нибудь исследовать? Я могу вот это вот разложить. Ребята, книжку на 117 науки. И вот, можно мне, пожалуйста, сделать исследование золотого ститка? Угу. Воу-воу-воу, сколько много всего надавали. И все, да? Все, ребята. Так. Вопрос. Кожа из чего делается? Она делается, по-моему, из человечины. Я могу ошибаться, конечно. Пойдем посмотрим. У нас с тобой есть труп. А на этом верстаке что? Листовки и... Понятно. Так, что ты, Герри, хочешь с тобой поговорить? О в амулете призыва духов. Так, секунду. А я его выложил. А что он мне хочет рассказать о нем? Так, ладно. Пока не время. Давай мы с тобой снимать кожу будем. По-моему, здесь, да? С них же берется. Кожа. Снимаем, ребята. Нет. Мед, мед, выручай меня. Фух. Медок, кстати, не кисло. Но восстанавливает энергию. Так, что мы еще можем забывать? Кровь. Кровь и заберем. Тоже. Так, замечательно. Еще мы с тобой... Кстати, темный мозг может пригодиться. Это очень редкий, ребята. Ингредиент. Так, миско. И давай, наверное, все-таки возьмем темный мозг. Может для чего-нибудь пригодится. Так, ну что? Жир. Жир, кстати, тоже может пригодиться нам. Давай извлечем. Все. Ну и забираем тело и тащим его... Ну ты сам знаешь куда. На наш крематорий, так скажем. Так, один трупец мы разобрали. Последний остается. Слушай, а там кожи-то много нужно для сумки? Я вот не помню. Блин, прикинь, да? У нас гробовщики, елки-палки. Все носит из этого. Из подручных. Мясом людей кормит от трупов. Из... Из кожи. Сумки делает себе. Блин, традец. Ну, хранитель, ну ты даешь. Просто какой-то, я не знаю. Так, жир с тобой заберем. А темные сердца у меня есть. Даже, по-моему, в избытке. Так, и кровь. И кровь. Как говорится, из трупов берем все, что можем. Все до последней капельки. Так, ну что, забираем и туда же его в печку. Кстати, нужно будет морковку нам для того, чтобы ослик приходил и уже снабжал нас трупами. Потому что, ну, сам видишь, уже идет напряженка. Так, морковка. Морковка у меня, надеюсь, есть. Здесь где-нибудь недалече яблочки опять созрели. Так, семена. Я семена так и не подобрал. В тот раз у меня не хватило, ребята, места. Теперь все ок с этим делом. Так, значит, что у нас в сумке? В сумке еще... Вот, нафига мне вот это вот? Нет, это надо, ребята, удалять. Это нужно удалять, потому что, ну, это... Вот оно нафиг нам не нужно. Уничтожить? Да. Так, иди сюда. Уничтожить. Окей. Значит, кровь, мясо я могу пожарить. А мне нужна морковь. Мне нужна морковь, чтобы ко мне приходил осел. Смотрим. Кстати, красное винишко я заберу. Я могу вот это вот... Вот это вот... Блин. Хотел просто в сумку перенести. Так, нет, могу только уничтожить. Подожди, а в чем проблема-то? Универсальная сумка? Вот. А, вот, надо ее открывать. Так, давай кровь переложим. Переложим с собой жир. Мед. Вот так вот. Все. Слушай, я хочу еще... Еще, ребята, сумки три хочу себе сделать. Мне кажется, этого будет более, чем достаточно. Ищем с тобой морковь. Да ладно, ты серьезно, что ли? Я что, всю морковь забрал и переделал? В этот. В капусту. Там, короче, ребята, чтобы сделать капусту... Квашную. Вот в эту вот. Нам нужно было морковь. Я, по-моему, ее всю, ребята, здесь и потратил. Так, ладно, киморнем. Киморнем. И что у нас будет? Блин, опять ночь наступает. Твою налево. Хотел, блин, отправиться в этот сейчас. В этот, в лагерь беженцев. Но фиг, уже ночь у-то идти. Ночью уже нет смысла идти. Будем сейчас смотреть, что там нужно еще нам для сумки. Что нам нужно с тобой для изготовления сумочки. Так. Покажи-ка мне, пожалуйста. Блин, пять кожи нужно. И дубильная жидкость. Вопрос. Где дубильная жидкость? Есть ли у меня она вообще? Так. У меня усилитель роста. И дай бог мне вспомнить, как она делается. Это дубильная жидкость. Так, смотрим. Усилитель роста. Освежитель. Погоди. Только не говори, что я ни разу не делал дубильную жидкость. Я же делал ее. Так. Эликсир защиты. Бальзамический раствор. Щелочь клей. Консервант. Хм. Что такое? Я не понял. Дубильная жидкость, что ли, у меня отсутствует? Так. Дубильная жидкость. Ладно, ребята. Я посмотрю в Википедии, как делается дубильная жидкость. Какие нужны ингредиенты. Так. Что нам еще нужно здесь? Ну, сложные детали-то понятно. Нам нужна с тобой кожа. Чтобы сделать с тобой кожу. Нам нужны трупы. Три трупа, как минимум. Чтобы призвать трупов, нам, соответственно, нужна морковь. Моркови у меня нету. Семена. Так. Пшеница только лишь. Винограда. Вот она, морковь. В каком именно ящике лежит эта морковь? Так. Сложные детали есть? Нету. Металлолом. Вот она, морковь. Окей. Ослик будет доволен. Надеюсь, быстро ко мне натаскать трупаков. Ну, как ты понимаешь, у меня следующая задача. Это кожа. И дубильное вещество. Слушай, ну, насколько я помню, оно у меня было изучено. Может быть, просто я его, как обычно, не заметил. Так. Морковь положили. Полетел я, короче, теперь в лагерь беженцев. И нужно тут сделать верстак им. Рабочее место гробовщика. Так, а тут еще будет какое-то, ребята, задание, оказывается. Блин. Ты видел, там еще одно местечко, оказывается, есть. Ну, давай делать. Вот здесь будет последняя постройка, которая от нас требуется. Так, ну что, задание выполнено. Пойдем, скажем ей. Смотри-ка, пшеницу тут молят, муку точнее. Вон, смотри-ка, тесто сразу делают. Молодцы, красавцы. Наш разум, наша воля, отныне они свободны. Клетки и оковы остались позади. Вот, вот оно, о туманной топе. Маркис, вы готовы поговорить со мной о туманной топе? Топе? Вы знаете хоть что-то об этом месте, хранитель кладбища? Немного. Это место, где ваш отец обнаружил некрономикон. Он исследовал его, и последствия были ужасные. Я даже не могу представить, через что вам пришлось пройти. Я был там однажды, и поклялся никогда больше туда не возвращаться. В этом месте всякая надежда покидает тебя. Топ наполняет тебя болью и ужасом, и отчаянием. И даже если ты покинешь топ навсегда, она найдет тебя в твоих ночных кошмарах. Звучит зловеще. Хорошо, тогда просто расскажите мне дорогу и оставайтесь здесь. И у вас есть полное право быть напуганным. Напуганным? Хм. Я не могу позволить себе быть напуганным или слабым. Я ведь лидер всех этих людей. Конечно. Как вы можете помочь им преодолеть их страхи, если вы не способны справиться с собственными? Верно, и в конце концов, наша семья всегда отличалась смелостью, а также проблемами с печью. Решено. Следуйте за мной. Подождите, мне сперва надо взять глаз-видимака. Скоро вернусь. Разумеется. Да ладно, глаз-видимака у меня же он есть. Не может быть, чтобы я его... Ну вот он. Блин, надо его из сумки, наверное, выложить, да? Так, выложили. Поговорить. Нет времени на сожаление. Если мы хотим выжить, мы должны двигаться только вперед. Так, я готов отправиться в топ. Прекрасно. Пришло время встретиться с нашими страхами лицом к лицу. Оу. Где же это топ? Опа, новое место какое-то. Шш, слышите? Мы потревожили это место. Оно пробуждается. Не скажу, что боюсь, но постарайтесь побыстрее, хорошо? Постараюсь. Это топ и вправду жуткое место. Но надо приступать. Опа, опа, что это такое? Воздух стал холоднее. Должна быть магия. Глаза привлекла внимание топи. Черт. Так, мы должны смотреть с тобой, да? Шесть вампиров стояли здесь в полукруге. Видимо, это было частью какого-то ритуала. Шесть вампиров вот так вот стояло, да? Давай вот этот крайний. Тут стояла женщина в черно-золотом плаще с какой-то книгой. Думаю, это и был некрономикон, который маркист Теодор Старший нашел здесь позднее. Королеву вампиров. Она исполняла некий ритуал, но в чем была ее цель? Не знаю. Здесь было волшебное пламя. Вижу синие всполохи, бегущие по костяной ноге. Очевидно, нога принадлежала духу из подземелья. И она все еще здесь, в почве. Одни загадки и никаких ответов. Мне нужно больше информации. Хм, вижу что-то любопытное. Ага. Появилось еще что-то у нас, ребята. Так, наверное, ногу мы можем здесь выкопать. Костяная нога. Я ее должен вернуть духу. Сто процентов тебе говорю. Так, еще. А смотри-ка, там кто-то умер, видимо. Смотрим. Здесь спряталась какая-то женщина. Не могу ее разглядеть. Шпионка? Вампиры напали на нее. Она лежала без движения. Мертва? Подходит королева вампиров, видит женщину, роняет некрономикон. Так. Уже интересно. Шесть пятен с сожженной травой вокруг. Вампиры, королева сожгла их заживо. Ничего не понимаю. Это просто бессмысленно. Какое-то безумие. Ох ты. Копать. Что у нас тут? Обугленный ботинок вампира. А может, настойка памяти прольет свет на это дело? Но я лучше сделаю это в другом месте. Зубы уже стучат от этого холода. Задание выполнено. Так. Здесь я, ребята, наверное, ничего не смогу больше сделать. Очень интересная вещь. Зачем она сожгла всех вампиров? Вот объясни-ка мне на милость. Королева вампиров взяла и сожгла своих вампиров. Ну что же, покидаем, наверное. Я готов возвращаться, Маркиз. Что? Возврата нет, человеческое существо. Смирись и прими свою судьбу. Маркиз, о чем это вы говорите? Я так долго ждала. Возмездие – величайшая одержимость человечества. И величайшее оружие против него. Понятия не имею, кто ты. Но уйди из его тела. Мы ничего тебе не сделали. Я была чистая невидно, пока человеческие существа не пришли сюда. Вы убивали друг друга снова и снова, заливая меня собственной кровью. Наполняя меня своими пороками, своей нетерпимостью, своей ненавистью. Но я боролась, сопротивлялась, сопротивлялась, пока та женщина не пришла ко мне. И пока ее темные ритуалы не искалечили, не сквернили меня. А теперь я разделю свою боль с вами. Погоди, есть предложение к тебе. Топ. Очень выгодное предложение. К чему наказывать нас двоих, если ты можешь наказать разом сотни или даже тысячи? Давай так. Отгадай простую загадку, и я приведу их всех к тебе. А не отгадаешь, мы свободны. Что? Слушай твою простую загадку, человеческое существо. Отлично. Вот она. В чем принцип работы большого адронного коллайдера? Что? Три, два, один. Проиграла. Что? Что произошло? Я так слаб, а мое тело, оно будто налито свинцом. Уходим отсюда, Маркиз. Прямо сейчас. Так. Ее голос все еще звучит в моей голове. Она нашептывает мне, что я не заслуживаю жить. Я плохой человек, плохой командир. Я бесполезен и беспомощен. Мои родители умерли из-за меня. Вам просто нужно немного отдохнуть, Маркиз. Немного сна, и вы почувствуете себя... О, черт. Ну вот, стоило только решить, что худшие позади. Маркиз, бегите. И оставить вас одного против них. Это же... В таком состоянии вы плохой помощник. Бегите, говорю вам. Готов спорить, их послала королева вампиров. Она боится. А это значит, что я уже близок к разгадке. Что такое? Это босс, что ли? Ты серьезно? Попробуй сейчас, ребята, его... И все? Ты серьезно? Стоит поторопиться. Вряд ли это последняя засада. Нужно сделать побольше настойки памяти и проверить ботинок и стопи. Так, ребята, тут смотри-ка, что это у нас выпало. Так, давай откроем с тобой сумку. Блин, а в сумке места нету. Так, уничтожай это крыло к ядрине фени. Оно нам не нужно. Закрой сумку. Уничтожить. Уничтожить, говорю, крыло. Так, ботинок, ботинок мы с тобой проверим. Так, порошок хаоса. По-моему, порошок нам нужен для того, чтобы сделать настойку памяти. Да? Я же, по-моему, так делал, если не ошибаюсь. Значит, ботинок. Ну, ботинок это одно, ребята. Еще не забывай, что у нас с тобой есть, помимо ботинка, костяная нога, которую я должен отдать. И плюс еще герри меня там ждет. Сто процентов он... Блин, тут еще нужно построить. Господи, навалилось. Всего и всякого. Сразу. То ничего, то на тебе, как говорится. Кучу заданий, кучу всего. Так, я вот не знаю, с ногой-то что нам? Короткая и кривая. Очевидно, дух при жизни не был балериной. Соответственно, нам с тобой придется взять амулет. Амулет я где-то выложил. Амулет, по-моему, где-то здесь у нас, да? Так, выкладываем с тобой потихоньку все, что нам не нужно. Давай, наверное, на историю выложим. Алкоголь. Взял и опять его положил, да? Так, буду с ним туда-сюда таскаться. Семена моркови. Морковь нам, наверное, пригодится. Наверное. Здесь у нас есть еще, кстати, кожа. Это хорошо. Три кожи уже. Так, выкладываем с тобой морковь. Слиток золота выложим. Мозг. Так, мясо. Мясо оставим, наверное, пока. Пока оставим. Ну что, давай посмотрим, что у нас еще. Так, нам нужна кожа. Блин, где нам это? Дубильное вещество-то все-таки, а? Взять. Так, тут черная краска. История. Так, соль есть. Мрамор. Ну, здесь вряд ли, конечно, да? Хотя, подожди. Это бальзамирующая жидкость. Это все не то. Это у нас молитвы. Вот, смотри, молитва о совершенстве. Молитва о воображении. Тут каждая молитва, ребята, дает свои, соответственно, навыки. Где-то мы можем, например, ускоряться. Где-то можем получать силу атаки. Алхимическая мельница. Создать. Золотой эликсир. Так, ароматизатор. Клей, щелочи, ярость, серебряный эликсир, защиты. А, вот, ребята, памяти. Нам нужно с вами сделать. Настойки памяти. Пускай даже пока две штуки. Так, вопрос. А как мы теперь должны... Вот этот ботинок? Куда более везучая вещь, чем ее владельцы? Он сгорел целиком. Использовать. Ага. Ничего. Ладно, попробуем еще. Так, а по... Ты погоди, а я хоть правильно все делаю? Ну-ка, секунду, друзья мои. Так. Приносить... Да, блин, приносить ему кровь, это понятно. Так, построгу. Улья, блин, еще. Вернуть ногу на восьмой этаж подземелья. Пойдем ногу, наверное, вернем. Нафиг. Так, а что нужно сделать-то еще для памяти? Так, порошок памяти. Серебряный порошок и золотой порошок. Триндец, блин. Серебряный и золотой. Это все, если не ошибаюсь, сделается у нас вот здесь вот. Это графит. То есть, мне нужно серебро, золото. А вот из чего делается порошок памяти? По-моему, это мы покупаем у ведьмы Клотта. Так, ладно, пошли с тобой на восьмой этаж. Блин, с этой... С этой ногой... Не ногой, то есть, а башмаком тоже непонятно. Я надеюсь, правильно делаю. Что пшикаю себе в лицо этой настойкой памяти. Так, восьмой этаж. Ну что, отдадим сейчас ногу. Может быть, дух нам что-нибудь поведает. Я рассчитываю на это. Так, спасибо за труп, ослик. Немножко не ворю, но ничего страшного, я успею. Он не испортится. К тому же, нам просто нужно с тобой срезать кожу с него. Больше он, в принципе, для нас никакой ценности не имеет. Так, дух у нас стоит. Твою налево, иду, блин, к духу. Тьфу, без амулета. Ну вот. Ребят, тут вот столько мелочей нужно запоминать все это. А, он появился. Если ты явился, чтобы насмехаться над моей уверенностью, напоминаю. Что мне все равно. Ты хотел вернуть ногу? Вот она. Глазам не верю. Нога, моя бесценная нога. Я так по тебе скучал. Что же, просто лучший день в моей жизни. Со дня моего посвящения в жрецы древнего бога. Я так счастлив. Я наконец-то смогу пригласить красотку Поппи на медленный вальс. Рад, что ты наконец-то доволен. Только как насчет мне плевать на все и вопреки всему? Хм. Да пошел ты. Офигеть. Обожаю призраков. Коротко и ясно. Да пошел ты и все. Вот засранец, а. Значит все-таки... Так, давай выходить. Во-первых, отсюда. Блин, вернули ногу этому призраку. Офигеть. Никакой благодарности. Да пошел ты и все. Вот и весь тебе сказ. Так, пойдем возьмем сейчас трупака. Обделаем его с тобой хорошенечко. Снимем кожу. Возьмем кровь. Ну все как полагается, да? Так, что это у нас такое? 50 рецептов приготовить рататуй из овощей и кошек. Серьезно? Ладно. Так, у нас тут еще морковки с тобой есть немножко. Но она мне не нужна. Так, в сумке с какого перепугу? У меня графит в сумке лежит. А? Скажи-ка мне на милость. Давай вот это вот все вложим. Порошок хаоса. Алхимическая мельница. Да, порошок-то в принципе как бы и не нужен мне, если честно. Надо будет... Так, давай, наверное, еще разок с тобой попробуем. Последний раз. У нас еще одна с тобой настойка есть. Использовать. Надеюсь, сработает. Хотя не факт. Ну? Ну давай же уже, чертова, настойка работай. Нет. Не хочет она работать. Поэтому я пошел за золотым слитком. У нас где вообще золотой слиток и серебряный есть? Самородок я где-то видел. Где-то был. Вот, дай бог вспомнить, где я его видел. Давай посмотрим здесь по сумкам. Так, ну, серебряный самородок я вижу. Серебряный самородок есть. Так, ну, а золотого здесь, к сожалению, ничего нет. Так, ищем серебряный. В первую очередь. Ну, куда я его мог засунуть? Вот. Серебряный самородок мы нашли. Нужен теперь золотой самородок. Но я тебе точно говорю, что он должен быть у меня где-то. Где-то я его видел. Так, давай посмотрим. Здесь нету. Тут не вижу. Кстати, кожа. Кожа, ребята, есть. Опять же серебро. Нет, ребят. Только не говорите, что у меня нет золотого самородка. Это серо. Нет. Твою же налево. Это говорит о чем. Что мне придется идти в шахты. Твою налево. Я не хотел. Это очень много времени потратим. На добычу. Так, серебряный самородок. И кожа. Серебряный самородок и кожа у нас здесь есть. Возьмем. Так, тут я не вижу. Вижу серебряный. Так, кожа. Кожа где может быть, ребята? О, дубильная жидкость. А их там нужно две, по-моему, да? Блин. Я же говорю, что я делал. Но вот как она делается? Блин, может быть написано. Создается на зубе стол и алхимический стол. Дубильная жидкость. Так, что я ищу? А, во-первых, мясо еще заберу. Хочу его прожарить. И вот кожа. Мясо, кожа. Слушай, я вот думаю, может быть у нас вот здесь вот самородочек, может быть, завалялся. А может быть, знаешь, где еще? Где мы с тобой сжигали трупов. Видишь, у нас с тобой не все сундуки. Блин. Не все сундуки показываются, которые есть в игре. А только... Да е-мое, ну что ты там за сря... А только приближенный. То есть вот, если здесь мы смотрим, сундуки только показываются в этом, в этой области. О, ослик. Ничего себе. Так. Дай угадаю. Теперь тебе требуется твоя вдохновляющая бронзовая статуя размером с церковь. Или, может, несколько тонн политической благонадежной литературы для ослят. О, я знаю. Тебе требуется золотой саркофаг с прозрачной крышкой для каждого осла, принявшего участие в революции. Нет, ничего не нужно. Дело в том, что мы проиграли, дорогой товарищ. Хм, никогда не видел его настолько подавленным. Он же сейчас заплачет. Что произошло? Крысы захватили власти, почтовой конторе и объявили военную диктатуру. И теперь я слышу его даже хуже, чем было до революции. И что ты собираешься делать? Буду делать единственную вещь, на которую я гожусь. Носить тебе трупы и есть морковку. Хм. Ну, может, может, все не так уж и плохо. Как ты думаешь? Моя морковка довольно вкусная. И... И он обиделся. Бедный, бедный ослик. Революцию проиграл. Твою же налево. А я для него столько старался, столько делал. Так, ладно. Ложим труп. Так, а мы с тобой куда амулет выложили? Помнишь? И я не помню. Твою налево. Что-то на меня тут навалилось всего и всякого. Дубильная жидкость. Их нужно две, да? Или одна. Сейчас посмотрим. Верстак у нас тут с тобой рядышком. Так. Две. Две все-таки нужно. Так. Зомби-стол и... Зомби-стол и алхимический стол. Ну, давай посмотрим. Что это у нас? Это письменный стол. Так, это мешалка. Алхимический стол. Ну, вот здесь вот должна делаться дубильная фигня эта. Ну, почему же ее нету, а? Странно. Она должна быть здесь, ребята. Видишь, все, что мы делали с тобой, у нас отмечается. Ну, почему-то дубильная, нифига. Эликсир защиты. Ладно. А что там еще? Где она делается? Зомби-стол. Ага. Зомби-стол алхимия. А где у нас зомби-стол? Подожди-ка. Секунду. А где у меня зомби-стол? Так, погоди секунду. Это что? Куб. Это понятно. Так, а у меня вообще есть у меня такой... Зомби-стол алхимии. А мне нужен какой именно зомби-стол? Наверное, алхимия, я так понимаю, да? Или зомби-стол для алхимических фиг там знает чего? То есть у меня ни того и ни этого стола нету. А места есть. Так что, ребята, так, полированный камень. Давай-ка мы с тобой, наверное, простые железные детали. Блин, для этого же нужны будут зомбари. Ладно, и зомбари потом сделаем со временем. Или не будем пока отвлекаться? Нет, будем. Так. Колбы 4 и простые детали. Колбы 4 и простые детали. Пошел я смотреть, ребята. Колбы и простые детали. С колбами я точно знаю, что проблем не должно быть. Колбы у меня где-то лежат. Их причем довольно много должно быть. Колбы, колбы, колбы. Где же вы? Колбы. Вот колбы. Одна только почему-то. Эликсир пищеварения. Так, сложные детали. А там нужны простые, да? Там нужны простые детали. Так. Колбы, колбы. Я ведь знаю, что они где-то есть. Или я всех переплавил в сложные колбы? Твою ж, ну где же вы, блин, колбочки, а? Нет, такого быть не может. Такого просто быть не может, чтобы их не было. Так, остается вот здесь еще полированный камень там нужен, да? А это полированный мрамор. Так, слиток серебра. Слушай, а у нас из слитков делается порошок или все-таки из самородков. Возьму, если в случае что-то проверить. И вот амулет, призывок, который я взял и пошел к Герри без него. А вот и простые детали. То есть простые детали. Колбы. С колбами проблема. Колбы у нас где создаются? Скажи-ка мне на милость. По-моему, в печке. Так, колбы. О, могу и тут просто тонны наделать. Ладно, здесь штук. Я думаю, пока хватит. Неужели мне надо лететь к лот-то за... Да и не только к лот-то на самом деле. Так, пошли с тобой сделаем порошок для начала. Порошка, видимо, нужно будет много нам с тобой. Серебряного, золотого. Для того, чтобы сделать настойку памяти. Чтобы узнать, в чем все-таки заключается суть этого ботинка. То есть загадка в этом ботинке. Так. Это, по-моему, делается в мельнице, да? А ну-ка проверим. Что ты мне сделаешь? Да, ребята. Все-таки не со слитка надо. Твою ж налево. Блин, места нету. Так, подожди. Гвозди я, наверное, оставлю пока. Ну, что тут можно уничтожить? Ну, давай уничтожим простые детали. У нас их что-то дофигища, чересчур даже. Так, переложим сюда вот так вот. А это все забираем с тобой. Создаем еще. Слушай, ну, самое главное, что он делает не один, а вон сколько. Пять. То есть, если мы с тобой даже найдем один самородочек, то это будет классно. То есть, пять этих мы с тобой сделаем. Так, а для того, чтобы нам сделать... Сколько нужно? По одной. То есть, порошок памяти я куплю у Клотта. Золотой порошок я сделаю сейчас из самородка. Ну, единственное, что самородок нужно мне найти. Так, и смотрим теперь для того, чтобы сделать зомби-стол. Алхебический, да? Так. Вот, золотой стол. Да какого фига, я же... А, колбы у меня делаются. Так, а здесь нужен еще полированный камень. Две штуки. Полированный камень, две штуки. Пошли искать. Ну, с камнем все будет намного проще. Камень-то мы с тобой найдем. Отполировать, я думаю, ничего нам не стоит. Не зря здесь, ребята, нам дали сумки, потому что очень много, наверное, всяких вещей с собой таскать, перетаскивать. И тому подобное. Так, полированный камень. Тут колбочки у нас и сделались. Только лишь пока одна. Так, чтобы сделать полированный камень, что нам нужно? Что нам нужно? Так, кусок камня и стамеска. Стамески есть, а вот камня нету. Так, вот это нам придется с тобой убрать. Выкинуть, так сказать, сюда и взять камень. Взять камень, положить сюда и уже после этого начать работать. Что ты? Кусок камня. Блин. Триндец. Уже все, ребята, забыл, как это делается. Конечно же, вот здесь все это делается. Блин. Что, погнали? Работаем. Так, слишком много, наверное, не будем с тобой делать, да? Восемь. Хорош. Так, теперь полируем. Я же сказал, полируем. Господи. Так, раз. И два. Опять места не хватает, да? Блин, я уже не знаю, что выкладываю. Давай камень выложим с тобой, что ли? И семена капусты. Хожу с ними с этими семенами капустными, как этот. Капустник. Так, теперь все наоборот, ребята. Этот камень положу на место, где он должен быть. Он здесь вообще, как говорится, ни при чем. Он не виноват. И этот поставим с тобой, опять же, на место. Фух. Так, что у нас с тобой? Значит. Полированный камень есть. Остается дело за малым. За порошками. За дубильными. За всякими там золотыми. Плюс еще нужно будет с тобой нам сделать двух зомбарей. Которые могли бы там работать уже, да? Ну-ка. Так, зомби-стол. Ага. Только сюда могу его сделать. Наверх он, к сожалению, не помещается. Ну. Пускай здесь стоит. Так, зомби-стол. И что нам нужно еще? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Алхимический стол. Ну да, ребята, это совсем другой стол. Вот сюда мы его поставим. Так, пойдем сделаем. Ну, еще нам нужны будут, конечно же, зомби. Которые будут за этим всем делом работать. Так. Ага. Этот стол у нас для порошков. Будем знать. А этот... Твою ж, налево. Так, есть мед. Мед, мед, мед. А здесь у нас с тобой... Ага. Ну, опять же, я не вижу здесь дубильного вещества. Тех. Эликсир энергии, усилитель роста, а дубильного вещества нету. Так, давай-ка мы с тобой, знаешь, что сделаем? Вот этого зомби уберем. Но он все равно, ребята, здесь пока он не нужен. Нафиг ты его выбросил. Пока он здесь нам не нужен. И вот сюда мы его с тобой поставим. Пускай работает. Надо только заказать ему что-нибудь. А что мы с тобой можем заказать? Ну, усилитель роста. И что он нам даст этот усилитель роста? Я не знаю, ребята. Вот, экстракт зомби. Вот это вот нам пригодится. Так, пускай он делает две штуки. Работает. Экстракт зомби это для того, чтобы, ребята, оживлять нам мертвецов. Нам нужно два мертвеца с тобой. Господи, я уже запутался. Так, что у нас? Мы должны подойти к Герри с этим омлетом. Плюс золотой самородок. Да, золотой самородок нам нужно еще с тобой найти. Но я думаю, что мы будем с тобой уже закругляться. Я за кадром найду этот самородок золотой. Мы сделаем с тобой порошок. После этого у Клота куплю, блин, порошок памяти. И посмотрим уже дальше. Ну, Герри, ты меня обманул. Трудно спорить. Только какой конкретный случай ты имеешь в виду? Амулет призыва духов. Дух надо мной посмеялся. Что за амулет? Я не... Погоди-ка, ты хочешь сказать... Ох, да ладно. Хранитель, нет, ты серьезно? Ты и вправду поверил в этот бред? Нет, да ты смеешься. Это ты надо мной смеешься? Я готов был сквозь землю провалиться. Э, минутку. Так это он все-таки появился, да? То есть амулет сработал? Он появился, чтобы посмеяться надо мной и этой дрянью. Он появился. Так что твои претензии не принимаются, извиняй. Ну, в принципе, он прав. Он же все-таки появился, да? Несмотря ни на что. Так, тихо, тихо, тихо. Где мы с тобой... Ладно, пускай пока полежит. Кстати, ребята, если мы хотим, чтобы у нас были нормальные зомби с хорошими характеристиками, тут нужно выбирать. Вот, вот есть, видишь, положительный. Я вот с этим так и не разобрался. Видишь, есть красный, это негатив. Есть белый, это положительный. С этим нужно еще будет разобраться получше. Вот стол воскрешения, где мы с тобой можем как раз их реанимировать. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на сегодня, наверное, будет достаточно. Пойдем-ка мы с тобой до койки кое-как добредем. Ляжем в баньки. Кстати, слушай, а нам же... У нас же есть задание с тобой этой гробовщице что-то сделать или нет? Или мы все сделали? Для нее мы все сделали, получается, да? Так, нам нужно, ну, приносить кровь-то, понятно. А, еще же с кухней что-то там связано, да? Ладно, с этим мы будем уже разбираться в следующей серии. Главное не забыть достать золотой порошок и порошок памяти. Сделать эликсиров этих и загадку по поводу ботинка разгадать. Фу, задания еще целая куча. Ну что, друзья мои, на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры создавал DimaTorzok